Поддерживать ребят будут опытные наставники, так называемые менторы, представители Совета активной молодежи филиала «Азот» Лига лидеров. Именно к ним, к старшим товарищам, участники смогут обратиться по любым вопросам. Для вас, кто стоит перед выбором своего профессионального пути, вот на мой взгляд, этот опыт бесценный. Вы пообщаетесь с ребятами, которые своими руками, своим каждодневным трудом формируют экономику нашего Пермского края. Я уверена, что представители нашей молодежки, нашей лиги лидеров в ближайшие несколько месяцев станут для вас хорошими друзьями, партнерами, мудрыми наставниками, коллегами во всем этом проекте. Акселератор молодежных проектов «Команда 59» разработали активисты «Азота» при поддержке региональных организаций Центра образовательных технологий «Формула бизнеса» и Агентства инвестиционного развития. Проект получил президентский грант в размере почти 500 тысяч рублей в январе этого года. К участию планируется привлечь более 200 человек. Общая сумма расходов на реализацию проекта – 850 тысяч рублей. Часть средств будет выделена филиалом «Азот». Желаем ребятам удачи в воплощении своих самых смелых и креативных идей и ждем появления новых интересных проектов в нашем городе. Нам важно общаться с школьниками старших классов, поэтому подключить вас в наш проект, чтобы вы были с нами и мы вместе с вами сделали что-то здоровское, клевое на благо нашего города. Как создать социальный проект, начиная от идеи и заканчивая результатом? Этому в ближайшие два месяца будут учиться старшеклассники и студенты города. У Степана, десятиклассника из третьей школы, в голове уже зреют мысли о том, чтобы такого придумать. Со своей позиции школьника он думает, что подрастающему поколению не хватает навыков коммуникации. Углубленные, скажем так, курсы по теме того, как нужно общаться с детьми, со своими сверстниками, со своими родителями, бабушками, дедушками, учителями пусть, с другими людьми. Потому что сейчас присутствует такая проблема, что обычный ребенок, который вырос, вышел из семьи, он не может идеально, хорошо общаться с кем-то. Потому что, да, адаптироваться ему этого не дают в семье, как мы сейчас видим часто. Потому что это первое, что нам вообще дает жить. Мы находимся в общении, каждый божий день с кем-то, и от этого зависит наша жизнь и наше дальнее будущее. На воплощение своих идей еще есть время. Сначала их нужно правильно оформить. Проектные сессии будут проходить в интересных форматах – диалогов, тренингов и игр. На сессиях ребята будут много общаться, учиться, взаимодействовать в команде, слушать и слышать друг друга. Ведь чем грамотнее распределены роли, тем лучше и быстрее получится результат. Всего в рамках акселератора для команд пройдет пять проектных сессий, а затем команды будут защищать свои наработки. Планируется создать четыре жизнеспособных социальных проекта. Два получат поддержку по 50 тысяч рублей, то есть реальными деньгами идите реализуйте проекты. И еще два получат дополнительно к остальным поддержку материальную, поддержку организационную, потому что у нас всегда члены жюри находятся люди, которые готовы к реализации проектов в своих организациях.